Кроссовер Skoda Karoq поначалу вышел на российский рынок в двух комплектациях, средний и максимальный. Теперь же дилеры начали принимать заказы на базовую версию Active. Такой Karoq предложит 4 подушки безопасности, антизаносную систему, подогрев передних сидений, штатную мультимедиа, электропривод и обогрев зеркал, а также электромеханический ручник. Но вместо легкосплавных колес здесь стоят штампованные, а вместо климат-контроля покупатель получит обычный кондиционер. Впрочем, на старте продаж для всех кроссоверов доступен бесплатный пакет опций First Edition. Он включает климат-контроль, задний парктроник, противотуманки, датчики света и дождя, поясничные упоры в передних креслах и салонное зеркало с автоматическим затемнением. Производство Karoq Active должно стартовать до конца апреля. Выбор силовых агрегатов до сих пор ограничен одной комбинацией. Из 150-сильного турбомотора, 8-ступенчатого автомата и переднего привода. В России сертифицирована заводская бронированная версия седана Audi A8. Из документа ясно, что седан защищен от обстрела по девятому классу. Для гражданского автомобиля это очень серьезный уровень. Расплатой стала снаряженная масса под 4 тонны. Под капотом установлен 4-литровый битурбомотор. Таким образом, седан впервые лишится фирменной черты защищенных A8 – 12-цилиндрового двигателя. В список оснащения включены регистратор данных об авариях, система пожаротушения и аварийная система подачи свежего воздуха в салон. Несмотря на то, что российские сертификационные документы уже оформлены, мировая премьера броневика еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok